День жестянщика Михаил Васильевич Ломоносов Великий наш ученый Который заложил в том числе И основы науки о стекле Посему Вельми важному поводу Высочайшим редакционным указом Наш корреспондент Андрей Яковлев Направлен В мастерскую Дела витражного Витражного Дабы постиг он искусство сие Тем паче мы его видим на экране Паче-паче Андрей, слушаем тебя Доброе утро Недаром, видимо, мне дали Такое редакционное задание Потому что Михаил Васильевич Ломоносов Все-таки мой земляк Ну, а мы сейчас находимся в мастерской У Ксении Пелинс Прошу любить и жаловать, Ксения Доброе утро Посмотрите, у вас вся жизнь связана со стеклом Сейчас я смотрю на витражи Да, вот мы пытаемся собрать Нет, ни слова вечность Настоящее произведение искусства Что же это такое, Ксения? Это витражи Как еще с 8 века делали роспись Это классический сенцово-пайчный витраж Который будет находиться в Санкт-Петербурге В Литеранской церкви Поэтому мы вот его составляем И мы поучаствуем в нем И сделаем обязательно один кусочек Который непосредственно останется в веках Многие из нас видели и имеют представление о том, что такое витражи Но никто не видел их в разобранном состоянии Ну, мало кто видел, да, что они бывают в разобранном состоянии Как их делают, как их собирают Но сейчас мы с Ксении откроем вам все секреты Итак, начинаем Начинаем Вот смотрите, здесь у нас практически готовый витраж получился Собрал я его буквально за считанные секунды Но перед этим Ксения проделала целую колоссальную работу Вот здесь у нас что? Мы сначала делаем эскиз на кальке Непосредственно обозначиваем все наши линии Которые мы будем расписывать Я думаю, нам надо приступить к краске Конечно Замешивать ее, да? Изначально краска это у нас мелкодисперсное стекло перемолотое То есть это у нас пигмент плюс флюс, да? Вот так оно выглядит То есть изначально, да, это выглядит Но у нас уже есть смешно Даже не скажешь, что это стекло Даже не скажешь Очень мелко, похоже на муку Но потом при высокой обжиге, при температуре Разглавляется и становится монолитным Мы берем уже готовую нашу смесь Берите тоже мастихинчик Смесь? Тоже сюда же? Да, 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 нет, смотрите Да, чуть-чуть еще можете добавить Так, оп Ага Чуть-чуть добавляем Чтобы не было у нас комочков Мы хорошо вот так вот растукиваем нашу красочку И добавляем небольшое количество воды Добавляйте воды тоже Так, вот так? Да, да Можно лопаточкой Как называется она? Это мастихин у нас Мастихин Да, мы добавляем мастихин Запоминаем профессиональные термины Да И перемешиваем краску Смотрите, я вам покажу Смотрите, она такая Да, да, да Сейчас я вам покажу Нам краску необходимо растереть Потому что там же мелкие кусочки стекла остаются Это же у нас, не забываем, что это мелкое стекло И нам нужно, чтобы пигмент в стекле смешался с этим флюсом Мелким стеклышком То есть вы набираете и хорошо растираете красочку Так, набираем и хорошо растираем Растираем, растираем Ну, наверное, не очень хорошо Нет, отлично, отлично Просто Супер Умер во мне художник таки Мне кажется, зародился Для того, чтобы стекло у нас приклеилось к нашему основному стеклу Нам необходимо добавить некий закрепитель То есть это можно скипидарное масло Можно гумиарабик Мы расписываем на воде, добавляем капельку гумиарабика Вы смотрите, какой технологичный Это камнификация Акации, смола, огонь Ого И перемешиваем дальше Так, дальше перемешиваем Все это надо смешать вместе Так Как у нас хорошо получается с вами Да Вообще супер Я буду сейчас к вам по утрам перетравиться И мы будем вместе рисовать Да, да, да Так Так, далее мы берем нашу кисточку Где ваша кисточка? Вот ваша кисточка Вот моя кисточка Вот моя кисточка Макаем ее Это длинная кисть Так, вы воду-то макните А, воду, так После этого хорошо набираем по кругу Набираем по кругу И начинаем нашу роспись А, у нас есть специальное предпособление Называется брич Чтобы мы не заляпали наше стеколышко краской И мы начинаем водить вот по тем линиям Которые у нас отражаются на эскизе О, кто тут курица лапает Это Яковлев Андрей Нет, у вас прекрасно получается Хорошо У вас, конечно, рука набита Очень много лет этим занимаетесь, да? Да, уже более 8 лет занимаюсь витражом классическим Очень люблю Это, наверное, самая моя любимая техника Ну вот, смотрите Ну что ж, не пора ли нам наведаться к Андрею Яковлеву? Который находится сейчас в витражной мастерской Чем отмечает день работника стекольной промышленности России? Андрей Неужели сам сделал? Тебе врутили звезду? Да, мне дали зеленую звезду Вот как мой свитер сегодня Посмотрите, какой материал все-таки, да? Стекло Я не думал, что он настолько податливый Настолько разнообразные вещи из него можно сделать Вы только посмотрите, что у нас на столе Вот такие пузырьки Потом, значит, стеклышки вот такого вида Спаянные из нескольких стекол Мы сегодня в гостях у Ксении Пелленс Доброе утро, Ксения Доброе утро Вот кто наша самая главная звезда сейчас Ксюша, расскажите, как все это чудо воспроизводится на свет Потому что все это неспроста Представляете, из такого кусочка стекла Сделать вот такие вот шедевры Да Эта техника у нас называется фьюзинг Стекание стекла между собой Высокотемпературное С помощью вот этой вот печи Стеклышки мы нарезаем, запекаем Вынимаем и получаем обалденные произведения искусства Я так понимаю, что печка у вас не отдыхает никогда Никогда, как видите, у нас уже сейчас цикл прекращен Мы можем выключить печку и посмотреть, что же у нас внутри Давайте Поможешь сейчас очень тяжело? Так, что нужно сделать? Поднимайте Так, поднимаем, оп Поднимайте, поднимайте Ага Оп Да, кстати, нелегкая работа для женщины Вот, посмотрите, что как раз находится внутри печки В этой печке мы запекли наши стеклышки Здесь можно посмотреть, что было трехслойное запекание Не на очень высокой температурке Поэтому мы можем потрогать и пальцем Оно еще теплое, чувствуете? Да Образуется прикольный рельеф Хорошая фактура И видно, как стекло играет на солнце и переливается То есть здесь было несколько стекол Вот основное, да, другое положили сверху Отрезали здесь еще стеклышки И какая-то как бы мелкая крошка украшений Сколько все это находилось здесь, в этой печке? В среднем цикл печи занимает у нас 9 часов 2-3 часа мы нагреваем наше стекло И потом надо очень медленно его остужать Потому что у стекла есть такое свойство Менять свою кристаллическую решетку И нужно делать это очень постепенно Чтобы оно у нас не треснуло То есть совершить отжиг Ну давайте посмотрим, кстати, какие можно сделать Великолепные узоры Ксения, как вот такого эффекта можно добиться? Посмотрите, это у нас пузыри, да Мы запекаем Это секрет небольшой, открою вам секрет сейчас Соду между стекол мы запекаем При особой температуре появляются такие вот пузыри Это создает обалденный эффект Вы кладете два стекла друг на друга, да, получается? Да-да-да, я использую особое стекло И секретную температуру Ничего себе! И вот такие стеклышки, да? Вот как раз те самые узоры Вот я попрошу сейчас Тимура показать, да? Что можно сделать? Ну, мы еще вернемся И расскажем вам много интересного Как все это происходит Как делаются витражи в нашем следующем включении Ну, а мы вновь выходим на прямую связь с нашим корреспондентом Андреем Яковлевым Который сегодня поближе знакомится Может, постигает искусство витража Вот же он! А он постигает прямо на наших глазах искусство витража Молодец! Он вырезал квадрат Да! Доброе утро! Смотрите, я научился резать стекло Правда, кривовато у меня пока получилось Но, надеюсь, Ксения мне доверит Сделать что-нибудь очень важное и полезное Что мы будем делать сейчас? Андрей, давайте отрежем кусочек И будем уже собирать витраж Хорошо Приступим к изготовлению Берем стеклорез Для этого нужен специальный стеклорез Вот он у нас Держим его как ручку Ох-ох-ох-ох Так Резать нужно от края обязательно И туда слышим треск Значит, все идет правильно Ну, а дальше Вот так вот Оп! И у нас все Видите, как аккуратно получилось Надо обточить Подходим к станку Обязательно Техника безопасности Одеваем очки Так Включаем Так Подача воды Угу И просто аккуратненько, да? Вот так вот Да, все И вот Отлично, отлично Все, этого достаточно Достаточно Все Отключили Выключаем Подходим дальше Так, идем далее Угу И вот, посмотрите Здесь у нас уже готовы Ну, заготовки для витражей Да, у нас есть две техники Есть классический витраж Свинцовый паечник Который у нас собирается На специальные свинцовые жилы Мы как раз этим сейчас и займемся Вставляем наше стеклышко Угу Закрепляем его И зажимаем гвоздями Берем молоток И прибиваем Вот как Оказывается Далее мы берем паяльник Угу Берите Так Он включен? Он включен, конечно, да Добавляем канифоль Мы паялим на специальный жир Промазываем шелфи здесь Здесь Паяем мы оловом Смесь олова и свинца Вы посмотрите, как умело управляется Эта хрупкая девушка С такими предметами, как металл, стекло Так И вот у нас получается единая целая картина Да И получается у нас единая целая картина Попробуйте еще Я вам оставила Угу Сейчас я промажу его Так Да Аккуратным движением Аккуратным движением Супер-супер Отлично Видите? Ух ты Вы запаяли шов Шикарно получилось Угу Следующая техника у нас называется Техника Тиффани Здесь мы оборачиваем наши стеклышки Спинцовой Специальной Лентой Медной Фольгой Промазываем мы флюсом Паяльным Берите кисточку Так Промазывайте швы Угу Получается мы как бы склеиваем их, да? Нет, мы не склеиваем Мы убираем верхний окислившийся слой Чтобы у нас хорошо паялось Ааа Вот такое же дело Паяем мы тем же оловом Угу Все Так Отлично И тем же оловом мы так же вот проходим Да, да, да Берите паяльник Ого Так Оп, 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 оп Боюсь, боюсь, боюсь Работа-то ювелирная Так, оп Стоим голову Ай Шикарно Оооо Вы посмотрите Как и что у меня получается в единую вот эту вот линию вот это да я не представлял даже такое возможно и как все это делается теперь имею представление здесь тоже самое да получается да конечно мы здесь обернули ленты с другой стороны мы немножко схватили нашу работу потом мы хорошо будем пропаивать с другой стороны здорово ксения спасибо вам огромное за то что встретили сегодня нас сколько открытий лично я для себя сделал я думаю что наши зрители тоже да вот как можно работать со стеклом как можно какие шедевры из него можно создавать и насколько это интересно самое главное я вам понравилось приходить очень понравилось спасибо большое доброго утра доброе утро спасибо это очень красиво и собеседнице мастеру